и снова всем привет друзья сегодня у нас 12 мая после нескольких холодных дней сегодня опять засветило солнышко немного ветрено но я продолжаю гулять сегодня хочу вам рассказать такую интересную историю опять которая недавно случилась со мной я все-таки свои анкеты на сайт их знакомств не удалила пусть они будут думаю я давно в эти сайты не заходила что-то так подразочаровалась как я вам сказала но потом думаю господи коронавирус чего там делать и вдруг мне опять там приходит оповещение вы давно не заходили на сайт сайт ссылочку дам вам внизу и мне там пишут пожалуйста зайдите на ваш сайт вас давно не было а у вас накопилось очень много писем много посетителей на ваш сайт может быть вас кто-то заинтересует ну как обычно ну хорошо думаю делать нечего мне все равно зайду посмотрю и вот захожу на сайт там у меня на самом деле очень много писем оказывается что так как люди не гуляют и все активизировались на сайтах знакомств я смотрю эти все письма читаю смотрю фотографии смотрю анкеты мужчин ну и в общем не несколько человек меня заинтересовали и и я стала с ними переписываться это было наверное где-то ну я не знаю около месяца назад вот когда карантин начался как раз переписывались особенно как-то меня заинтересовал один мужчина его звали том зовут и мы с ним стали дальше переписываться я ему дала свой номер ватсап он мне стал звонить возраст мужчины 64 года он мне рассказал он одинокий вот он ищет себе пару вот у него там все замечательно хорошо что он живет в хорошем месте тоже где-то в центральной части англии ну в общем разговоры разговоры потом значит уже он начал мне звонить почти каждый день и мне это нравится естественно каждый день разговариваем по часу и вот наступает 8 мая 8 мая он мне опять звонит и говорит как вы там что празднуете вот говорю ну да конечно замечательный и тут я ему возьми да и скажи а у нас то этот виктори празднуется завтра 9 мая он так немножко притих и говорит а ты откуда я говорю так я же русская я наверное тебе сказала не сказала я что-то не помню но говорю у меня в анкете написано что я русская что я знаю русский язык что здесь я живу вот всего лишь 10 лет и что вы думаете случилось у него такая пауза потом он говорит ах я пропустил абсолютно это я вижу что у тебя плохой английский акцент но я подумал что ты полячка или там что-то не знаю чего уж он там подумал прибалтика это тоже возможно но ни в коем случае не русская он мне сказал я же всех русских ненавижу я опешила ягура что случилось что русские чем тебе не угодили мне тут как-то даже стало знаете неприятно ну и думаю интересно все-таки узнать что же там такое случилось чем ему русские так не угодили я спрашиваю а что случилось ты так говоришь прям ненавидишь русских что случилось вроде мы с вами не воевали с англией были союзники почему именно вот это а он говорит так я же помню прекрасно как вы заставили меня вы не испортили все мое детство вы заставили меня бояться я помню как нам рассказывали что вы нападете советский союз вы нападете на англию что вы взорвете атомную бомбу и нам показывали где мы должны прятаться у нас были там целые дни гражданской обороны вот нас в школе учили как как прятаться как закрывать голову руками мы спускались вниз подвал и нам рассказывали что даже возможно что вам придется пересиживать в этом подвале долгое время в общем учили и я настолько боялся и я ненавидел советский союз что вы испортили мне все в общем там такое началось друзья вы не представляете но я как-то сначала немного опешила а потом думаю все таки как хорошо что вот так вот он открылся что мы наше вот это вот общение как говорится наше знакомство не зашло далеко потому что он то предлагал мне уже встретиться но так как коронавирус то мы значит встретимся попозже он обязательно приедет на остров уайт и мы встретимся поговорим пообщаемся у него серьезное намерение а сам на самом деле человек даже не знал что я русская ой друзья но это бы еще и ладно но самое то интересное что вот столько от не из него какашек полезло и а человеку 64 года то есть он практически мой ровесник и я уже ему потом говорю подожди подожди том извини но во первых это не моя вина я точно так же как и ты была маленькая девочка в это время тоже переживала и расстраивалась что вот так вот что ожидается вот такая вот возможно бировая война но я как-то не могу сказать что мне это испортило все мое детство да я и не задумывалась над этим у меня было в детстве много других проблем я говорю ну да и у нас была в школе гражданской обороны мы тоже надевали противогазы и у нас было ведь раньше где-то даже написано там бомбоубежище здесь потому что на самом деле такая была политика государств это же не дети устроили причем тут мы как хорошо что сейчас этого ничего нет ну в общем там ничего уже как говорится мне ему объяснить и как-то рассказать чтобы он здраво посмотрел на эту ситуацию мне уже не удалось я конечно поняла что у человека не все дома чтобы вот так вот рассуждать представляете вот попадаются просто хочу вам сказать я конечно сразу его удалила выкинула заблокировала но я просто хочу вам сказать сколько попадается идиотов на свете понимаете ли вот не все воспринимают адекватно то что россия вот для многих считается агрессора и вот иногда понимаете попадаются вот такие вот взрослые люди понимаете прожившая жизнь и которые вот так вот такой вот в голове имеют идиотизм когда он вот такое заявляет что он меня ненавидит потому что я ему испортила все детство и моя страна агресса вот такое вот ну в общем знаете конечно неприятно как-то хочется думать что англичане крайне редко вот так вот себя ведут и больше все-таки я встречаю адекватных людей вот такие вот неадекваты попадаются редко вот вспомнила такую историю вам рассказала поделилась с вами еще как говорится одно подтверждение тому что надо прежде всего человека узнать а вот потом уже встречаться общаться и слава богу еще раз говорю что я потратила на него не так много своего времени где-то мы с ним наверно общались переписывались но около месяца не так и много все таки вот оказалась вот такая вот интересная концовка нашей истории не состоявшегося знакомства ну а для тех все таки кто еще ищет мужчину кто еще пользуется сайтами знакомств я бы хотела сказать что сейчас друзья я сидят дома и очень опять активизировались все эти сайты знакомств поэтому если кто-то еще не разочаровался если кто-то хочет продолжить поиски мужчины на сайте знакомств то вот как раз сейчас самое время я вам внизу напишу ссылочку вот на этот вот канал на сайт знакомств этот сайт платный у меня получилось так что там даже не помню давно уже это было давно уже это было я как-то решила серьезно заняться поиском мужчин это наверное было даже год назад и я заплатила на этом платном сайте 60 фунтов за полгода 10 фунтов в месяц но это получается не так и дорого я заплатила и у меня там что-то ничего не пошло толком я забросила этот сайт и я совсем забыла они оказалось что вторую половину чтобы меня как-то задержать в то вторую половину года еще 6 месяцев они мне дали бесплатно и вот они стали меня приглашать туда ну и вот я вот так вот и и и зашла туда посмотреть кстати надо сказать что на этом сайте у меня познакомились два человека конкретно две моих хороших знакомых не познакомились вот на этом сайте и даже очень удачно очень успешно и уже в течение двух лет вот одна живет марина со своим знакомым этим они не расписались но они живут совместно и очень хороший мужчина а вторая девушка полька ей по-моему было 56 лет это четыре года назад она мне рассказывала что на на этом сайте познакомилась тоже с очень с очень хорошим мужчиной и как-то она говорит что она записала всего на один месяц себя оплатила за один месяц и буквально в течение недели она познакомилась с этим мужчиной и они встретились и вот сейчас они уже муж и жена и живут она переехала к нему прекрасно живут так что друзья кто ищет тот всегда найдет а я остановилась и показываю вам во всей красе эти огромные цветы куст радодендрона уже цветет вовсю думаю что вам также как и мне очень нравятся эти цветы замечательные и птицы и опять красота неописуемая огромная поляна незабудок тоже цветы красивые еще один яркий куст радодендрона хочу вам показать поближе продолжается цветение майское самый благодатный самый сильный в плане цветов месяц май гуляю немного стараюсь вам что-то все-таки показать красивая друзья потому что понимаю что не все могут куда-то выйти или выехать хотя может быть и все я не знаю но у меня просят показать палисаднички это вот не палисадничек это просто здесь парк прогулки и такая красивая аллея вдоль аллеи растут вот эти вот цветущие кусты палисаднички не очень я сейчас могу вам показать потому что я не могу ходить когда запрещено коронавирус и всем предлагают сидеть по домам понимаете что с моей стороны будет очень неосторожно если я пойду с камерой показывать вам палисаднички так что мои прогулки только здесь хотя и здесь в этом красивом парке можно найти множество цветущих кустов что вот это за ягоды я не знаю они эти кусты цветут зимой желтыми такими метелками я вам даже показывал а вот сейчас у у них огромная гроздья синих ягод не знаю что это вообще вы знаете на удивление карантин у нас не закончился но тем не менее все больше и больше людей выходит гулять вот я сейчас пошла на набережную и там столько гуляет людей просто удивительно англичане опять ходят парами взявшись за ручки в любом возрасте вместе а в эту трудную минуту конечно тем более хорошо что они поддерживают друг друга и еще одна пара опять за ручки эти уже по плану ложи но все равно птицы здесь тоже поют почти всегда но я не уверена что вы их услышите мне как-то оказалось когда я ходила по лесу и там так сильно пели птицы я думала что вам все это слышно оказалось что не очень все таки далеко от микрофона и пение птиц вам не слышно ну вот друзья на этом моя небольшая прогулочка с вами завершена я желаю вам всего доброго будьте все здоровы берегите себя не болейте всего доброго вам пока пока пока